Всем привет! Сегодня 3 июня, 8 часов утра, проснулся и на улице наконец-то солнышко, солнышко! Причем оно греет, сонное царство еще спит и встанет не раньше, чем через час точно. Мы в общем с ней поговорили, мы наверное сейчас гостишку на день раньше закроем, потому что мы решили пораньше уехать, сегодня ночью поедем домой, возьмем сумки, погуляем и в 9 часов нас Стас повезет в Кронштадт, так что день, я так думаю, будет замечательно, если будет светить солнце. Короче, сегодня третий день, мы выписались с этой самой, с отеля, вот, сейчас едем. В кунт-камеру! Да, поедем в кунт-камеру, я долго уговаривала ее не ходить туда, но она посмотрит, какая там скукота, в общем. Вот, а еще опять заебалдошь, с утра такое солнышко светило, ну вы помните, я вам рассказывал. Макушку капнула! Короче, мы этому чуду купили ботинки, я себе тоже купил кеды еще, вот, и купил вот эту небольшую, как на, жилетку. Вот, короче, мы приехали сюда за покупками, походу. Короче, выглянуло солнышко, вот, и... Обратно закрылось! Блин, очень круто, на самом деле, народу сразу, ну, раза в три больше стало в центре города прям, и даже на дворцовой площади, ну, вот, когда фоткались, там, ну, блин, было, грубо говоря, тысячи человек сейчас, на дворцовой площади тысяч пять. Ну, я образно утрирую, но раз в пять больше народу. Сейчас идем в кунт-камеру, почти пришли уже. Вон она, родимая, вон она! Мы еще сходили в кунт-камеру, я тут уже второй раз был, вот, но... Все равно я удивляюсь, насколько человек должен быть психически нездоровым, чтобы коллекционировать этих уродцев и так далее. Вот этому человеку не тошнит его, ему нравится это. Короче, мы покушаем сосиски в тесте, пирожок с вишневым, с творогом скушала Юлька, и сидим на площади, ну, не площадь, а парк маленький. Хотели пойти в Петропавловскую крепость, но там вроде до четырех работают, и решили не полететь, раз, на камеру. Пить, терепить! Пить, терепить! Да, паярится, как говорится. Пить, терепить! Питер, терепить! Пить! Вот так вот люди отдыхают. Я спрыгиваю. Кто не знает, тот подумает, что мы пьяные. Но мы вообще не пили. Сухой закон. С вчерашнего дня. Почему с вчерашнего? Сухой закон. Позавчера только пили, а вчера мы не пили. Ну, я и говорю, со вчерашнего дня, сухой закон. С позавчерашнего. Со вчерашнего позавчера мы пили. Короче, она со мной ругается, я не хочу с ней ругаться, потому что ее не переругать. Опять я. Опять ты. Опять я! Пить, терепить! Пить, пить! Пить, пить! Пить, терепить! Пить! Что человеку нам нужно для счастья? Пить, пить! Немножко солнца и... И поездки домой! Вот я не хочу домой. Я не хочу. Она уже хочет. Пить, я хочу домой! А я не хочу. Только погода хорошая. Сразу езжать надо. Мне не нравится это. Мы тут на свадьбу попали. Да. Ай, сейчас. Вот. Попали на свадьбу. Меня облило вот это вот маленькое чудо в перьях. Короче. Особо. Облило меня водой из фонтана. У меня теперь голова мокрая. Вот. Сейчас, короче, идем в фан-зону. Нерастает. Сахарные. вот идем короче смотреть швеция швейцария вроде 1 матча не знаю короче идем фан-зона посмотрим какой мячик будет вот потом потом кончится короче футбол вот и мы поедем стасу вот стас нас взялся кронштадт с ним погуляем немножко почему наконец-то прошли пан-зону вот я дал петелью чуваку вот и мы идем уже пока стояли все уж первый тем закончится сейчас мы еще одну петлю не отобьем еще одну петлю не жила смотрим мячик с не пустили в обход сказали дитя горит в ебенях наконец попали проходим солнце светит вообще блин очень жарко просто какой-то забегали на пасту а а а а а а а и и и и время 9 часов сейчас уже остался подъедет через 20 минут вот а мы идем вон туда там танцующие фонтаны пришли короче танцующим фонтаном и к дедушке ленину короче мы наконец-то встретились с ним вот и он не напиздил он поставил другую метку вот мы его еле нашли сейчас поедем в кронштадт дт промежуточная остановка промежуточная остановка на нашем такси номер 948 citroen c5 за рулем юлия а это мой пассажир я сейчас точнее это мой личный водитель я как самый бизнесмен еду сзади вот шеф трогай нам пожалуйста в кронштадт а море впереди море море мы едем в море вот здесь видно мы там плыли балтийское море закат прикольный такой а он там что за шпиль на карандаш похож газпром дед газпром а вот местная достопримечательность это называется памятник коррупции вложили в него первоначальной стоимости 1 миллиард в итоге построили за сколько за 5 миллиардов короче это памятник коррупции на котором сегодня шведы взаимали швейцарцев хотя играли те и те как говно еще одна местная достопримечательность там сидит миллиард миллер по газпром или зао пао пао газпром очень астас привез вот в это охуительное место и мы тут пьем пиво ха-ха-ха ха-ха-ха расскажите ваше предпочтение ха-ха-ха-ха ха-ха-ха 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 не могу ничего сказать здесь реально очень круто ха-ха-ха 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 ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха ну пиво блять это пиво все у нас тут мы ford боярд играем блять его сейчас пизданусь чего-нибудь сломаю себе и поеду домой как инвалюга я хотел это сделать это все она на 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 мы уходим из рая еще раз вам покажу где мы находимся это рай и все мы на кронштадтском шоссе находимся ой блять едем короче один с вечера вот мы наконец-то приехали к этому обалденному храму они не хотят я снимал ну совсем злятся на меня ну что поделаешь пошли до храма посмотрите какой прекрасный просто храм я был внутри там сейчас он конечно закрыт ну там просто очень обалденно вот кто будет в кронштадте обязательно заходить сюда посмотреть приезжайте блогер а ты не кричи мы идем на причал они уже заебались слушать сейчас мы находимся в мэдисон сквер гарден вот мы наконец-то пришли на на набережную потоку там прогулочные катера доки и люди фоткаются приехали назначить из кронштадта едем на поезд осталось 2 2 часа надеюсь мы успеем может еще даже пиво успеем находимся на на красногвардейском районе у нас здесь мосты подсвечены подсвечены и вот эта букашка опять ругается что-то все бубни 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 зубы езжаем в москве на поезде едем уже десять часов подряд с приехали погода в принципе тепло можно было дать шорты одень хотя я так думаю дождь пойдет